Прививать или не прививать ребенка? Если еще 30 лет назад такой вопрос выглядел глупо, то сегодня он как никогда актуален. В советские годы прививки были обязательны, сейчас на усмотрение родителей. Пап и мам, которые отказываются вакцинировать ребенка, меньшинство, но они есть. Федеральный закон и приказ Министерства здравоохранения дает право родителям не прививать детей. Да, дает право такое. Мало того, дает полное право этим детям посещать дошкольные и школьные образовательные учреждения. Мы, конечно, ставим под угрозу целую популяцию детей, с которыми этот ребенок контактирует. Получается, что родители, которых в свое время привили, отказывают в этом своим детям. И тем самым ставят под удар. Причем не только собственное чадо и окружающих, но даже будущее поколение. Заслуженный врач России Эдуард Акопов с легкостью приводит пример возможного развития событий с женщиной, которую в детстве не привили от краснухи. Мама беременная ребенчиком. Она не привита. Она потом на УЗИ смотрит, а на УЗИ отсутствие конечности, глубокие поражения головного мозга. И кто за это ответит? Потому что она в свое время не привилась. Потому что мама ей отказала. С одной стороны, врачи с многолетним опытом. С другой, страшилки из интернета в стиле «А у сына знакомых моих соседей» случилось осложнение после прививки. Кто-то, начитавшись, верит. Но когда приходит беда, почему-то бегут с ребенком к педиатру, а не к рассказчикам. Люди просто напичканы разнообразной информацией, они теряются в этой информации. Потому что они доверяют тете Маше, тете Клаше, тете Даше. Даже я сам иногда дохожу до того, а как же там все это написано в интернете. Вхожу и читаю. И смотрю, конечно, чушь. Чушь, потому что я медик. Я могу различить. А по простому обывателю очень страшно. Бояться вакцинации не стоит, подчеркивает Эдуард Акопов. За долгие годы практики через его руки прошли тысячи детей. Он застал 70-е, когда именно вакцинация положила конец оспе. И готов часами приводить примеры того, как посредством вакцин человечество победило полиомиелит и другие инфекционные заболевания, уносившие в свое время миллионы жизней. Помнит он и начало антипрививочной истерии в 1988-м. Кричали, оскорбляли врачей за то, что они убивают детей своими вакцинами. Долго ждать не пришлось. Как только мы перестали делать вакцинацию, тут же вспышка. И тогда я увидел и дифтерию, и полиомиелит у детей, и тяжелые заболевания. Корь, краснуха, паратит. Просто шквала пошли. В настоящее время в России в рамках национального календаря предусмотрено 11 вакцинаций детей. Эдуард Акопов отмечает, что для успешного восприятия вакцины юным организмам нужны три составляющие. Правильное хранение вакцины, четкое следование к календарю прививок и хорошее состояние здоровья ребенка на момент вакцинации. Что касается осложнений, то по медицинской статистике они случаются у одного ребенка на 8 миллионов. Другое дело, что люди зачастую принимают реакцию организма на прививку за осложнение. Но временная припухлость или уплотнение – это далеко не осложнение. Вот я поработал больше 40 лет в практическом травоохранении и с десятилетиями еще преподавал. И я за свой век видел всего два осложнения постфакцинальных. Я всегда считал и считаю, что самым большим открытием в медицине, который можно было на сегодняшний день, да, отдать приоритет, ну если в рейтинге пользы для человечества, это именно вакцинация. Кому верить? Докторам, опирающимся на доказательную медицину или слухам в интернете, каждый родитель решает сам. Но чтобы думалось лучше, добавим еще немного статистики. По данным Роспотребнадзора, в текущем году заболеваемость паратитом, в простонародье свинкой, возросла в 12 раз. Так стоит ли рисковать здоровьем своих детей, а может быть и внуков? Юрий Бумбур, Антон Шишкин, Твереград ТВ